Таинственный попутчик Таинственный попутчик Настолько было холодно Переехав в Центральную Россию Я продолжил работать и там Устроился в компанию по грузоперевозкам И наслаждался жизнью Температура воздуха приятная Курорт, можно сказать Дороги неплохие В общем, не жизнь, а сказка Жил я так и бед не знал Но однажды Произошло то, о чем я и хочу Вам рассказать Заранее предупреждаю, что Мистика я никогда не увлекался Потусторонние силы не верил На битву экстрасенсов плевался А слушая мистические истории Своих коллег крутил пальцем у виска От усталости чудится дуракам Да и только Дело было зимой 1999 года Ночью На радио играл круг На улице было холодно На душе тепло Я вспоминал свою жену Тамару Как она там? Не спит ли с кем-нибудь другим? На мгновение заревновав и разозлившись Я вспомнил То, как она выглядит Красивые, загадочные, голубые глаза Белая нежная кожа Стройное тело Безграничная душа Аж сердечко быстрее застучало А скорее бы к ней В грезах Любимой женщине Незаметно пролетело Два часа И вдалеке я увидел Фигуру человека Что он тут делает В три часа ночи? Подъехав поближе Я увидел человека С вытянутой рукой Ловит попутку Подумал я И решил остановиться На обочине стоял лысый мужчина Лет так тридцати Нервно докуривал сигарету От запаха сигареты Меня затошнило Прима Подумал я Куда едешь? Крикнул я Пытаясь перекричать Древ мотора и шипение Тормозной системы В сыфте в кар Крикнул в ответ попутчик И мне туда же Залезай Подвезу Сказал я и улыбнулся Незнакомцу Спасибо Кратко ответил незнакомец Он залез в кабину Откашлялся Выбросил сигарету Я тронулся Минут тридцать мы ехали в тишине По радио играл Мумитроль Говорить мне было неохота Ночному путешественнику тоже Но тишина с человеком в кабине Начинала напрягать И я решил начать Разговор Как тебя зовут Андрей Андрюха значит А меня Серега Будем знакомы Что же тебя угораздило В столь позднюю ночь Поехать в Сыктывкар Да еще и на попутке Сон Загадочно Сказал Андрей И какой это еще сон Вещи Прошептал Андрей На мгновение Мне стало Жутко Мы проезжали село Куратова На улице пошел снег И мы вновь ехали в тишине Я задумался Не шизофреник ли Андрей Вряд ли он стал бы шутить Но ехать в такую даль Из-за сна Я все думал Спросить у него Что это за вещий сон Но останавливал себя Не слушать же мне Бредятину всякую Посреди ночи И так в голове бардак Прошел еще час тишины Меня начало клонить в сон И я все-таки решился спросить Так а что это За вещие сны Андрюха Ты уверен Что хочешь это услышать Это может Испортить тебе настроение Слегка угрожающее Спросил он После минутного раздумия Я решил согласиться И он поведал мне Свой сон Во сне ко мне явилась Женщина с голубыми глазами И белой кожей Она была красива Но в ее лице я не видел Ни одной эмоции Кроме страха Пустые глаза были наполнены Болью и сожалением Ее брови тряслись Казалось, что случилось Что-то ужасное и отвратительное То, что изменило ее жизнь навсегда Я долго смотрел ей в глаза Пытаясь прочитать в них Произошедшее Ибо на мои слова Она не отзывалась Затем я опустил глаза ниже Она была в белой ночнушке Ее руки были измазаны в крови И еще в чем-то Вдруг она начала говорить Если это можно было Называть человеческим языком Больше это было похоже На скрежет сабвуфера Мой мозг Затрясь изнутри Я закрыл глаза и переместился в пространстве Я оказался в квартире с ободранными обоями Вокруг все было измазано рвотой Еще какими-то выделениями В квартире стоял жуткий Отвратительный запах Я почувствовал рвотный позыв И побежал в ванную Благо я сразу понял, где она И зайдя туда Я ошалел В ванной в кипящей воде Молоденец Полуразложившийся, смердящий Окруженный мухами Я закричал И мой крик отдался эхом Я четко услышал адрес Сыктывкар Улица Папанино Дом номер 6 Андрей намеревался продолжить Но я, шалев, дал по тормозам А ну, повтори адрес Сыктывкар Улица Папанино Дом номер 6 Это мой адрес Глаза накрылись пеленой Сердце застучало быстрее цилиндра В моторе грузовика Но при этом Я совершенно не понимал Как и откуда Он мог знать мой адрес Неужели это правда? Следующие 4 часа прошли очень быстро Я буквально летел домой И был там уже на рассвете Попутчик заснул И после многократных попыток Его разбудить Я плюнул и побежал в квартиру Открыв ее Я ошалел Все было прямо так, как во сне Рвота Слизь выделения И жуткий запах Тамары дома не было Я побежал в ванную И увидел там скелет младенца Судя по всему Окончательно сварившегося в ванне Мой разум отделился от тела Мне очень сильно поплохело Я упал в обморок Проснулся я от крика моей жены Сереженька! Что с тобой? Кричала она на повышенном тонне Будто бы случилось что-то только со мной Тамара! Что произошло? Что за младенец? Что за вонь? Что случилось? Сбиваясь, будто бы сумасшедший Спросил я О чем ты? С тобой все в порядке? Испугалась Тамара Я осмотрелся На полу были следы крови Сильно болела голова Но ни запаха, ни младенца Ни ободранных обоев не было Я вскочил и побежал в машину Но в ней никого не было Я залез в кабину И на полу увидел пустую пачку примы След, который оставил мне Мой таинственный попутчик Подсадной В 1995 году я устроился на работу в одну транспортную компанию, которая базировалась в Сибири Там мне дали новый грузовик, чему я был бесконечно счастлив, потому что получил возможность больше зарабатывать для своей семьи Во времена долгих поездок я имел возможность встречаться с очень интересными коллегами Они рассказывали разные истории Страшные, пережитые за долгие годы работы дальнобоями Тот вечер был совершенно обычным Я притормозил возле какого-то придорожнего бара, чтобы купить еды и немного поспать на стоянке Место было тихое Открыв печку, я спокойно сидел в кабине, попивал кофе из своего термоса и читал карту, дабы понимать, сколько мне еще осталось часов пути В кабину доносилась еле слышная музыка с улицы, а также редкие разговоры официантов, что вышли покурить на крыльцо Мои веки становились все тяжелее, гравитация не щадила уставшее тело после тяжелого дня, а мозг совсем не работал Как вдруг в мое окно неслабо так постучали Открыв дверь я увидел мужчину в большом бушлате с густой бородой, но почему-то без шапки Привет! Друг, ты прости, что я вот так, понимаешь? Обогреватель сдох в кабине, блять! А кроме тебя тут никого больше не оказалось Ха! Я уже дня три как еду! С настоящим живым человеком поговорить хочется! Может, внутрь зайдем? Посидим, а? Ну что же, делать было нечего. Конечно, я согласился не кидать же человека в одиночестве Каким был бар на богом забытой трассе, думаю, догадаться сможете Играла нелепая музыка, с заказа и кухни следила полная женщина лет шестидесяти А на груди немного затертое красовалось имя Люба Официантом была молодая, мило улыбающаяся девушка, которая сразу же нам предложила столик и принесла меню Заказал мой новый друг, как он представился, Михалыч Милочка, нам водочки двести и что-нибудь закусить Через полчаса мы уже чувствовали себя как родные И затем Михалыч спросил меня, что я везу и куда направляюсь Градус в моей крови был немного приподнят, поэтому выложил незнакомому человеку всю правду А вез я тогда дорогостоящие запчасти для буровой установки Милочка, а можно кофе? Сказал Михалыч Пока официантка наливала кофе и улыбалась мне Мой собеседник притих, видимо ждал полной тишины А затем закурил сигарету и начал своим грубым, томным, немного пяным голосом Пятнадцать лет назад я только начинал узнавать все тонкости профессии дальнобоя И вот в один из дней притормозил на стоянке, дабы немного отдохнуть, заправиться и покушать, где познакомился с местными ребятами Немало мы тогда выпили Они меня все расспрашивали о моей профессии Что я в основном перевожу, куда направляюсь Пытались разговаривать, меня так сказать Но я тогда этого не понял, за что и поплатился На следующий день я двинулся в путь Ничего не подозревая, проехал километров тридцать от стоянки Как вдруг увидел в зеркале странную машину, которая быстро меня догоняла Сначала я думал, что может просто хочет обогнать, но... Михалыч взял длинную паузу Видимо вспоминал все события того страшного дня В момент, когда машина была на одном уровне, со мной приоткрылось окно И из него показался обрезной ствол Я впервые с таким столкнулся и, конечно же, испугался, поэтому остановился В общем, надавали они мне по почкам и забрали весь товар А тогда в моем кузове было японской бытовой техникой на несколько тысяч долларов Долго меня таскали по судам Все-таки удалось доказать свою невиновность Но даже после такого, тяга к этой профессии у меня не пропала Я слушал Михалыча и не мог поверить, что так бывает И это не байка и не вымысел Допив кофе, мы расплатились Поблагодарили официантку и вышли на крыльцо На улице было холодно, ветрено, темно Ноги немного подкашивались Мой новый приятель опять закурил папиросу Выпустил густую тучу дыма на морозный воздух И произнес Спасибо за компанию, Толик Было приятно иметь с тобой дело И скрылся за углом бара Сел в легковую машину и торопливо уехал Вдруг за спиной послышался мужской голос Который поздоровался со мной со словами Привет, коллега Я здорово удивился В тот момент, ведь на парковке было лишь две фуры в этот момент Удивленно, постояв еще несколько секунд Тело как-то начало трясти Подойдя к своему грузовику И обойдя его сзади Я обнаружил абсолютно пустой кузов Ночные бродяги Я был дальнобойщиком в середине нулевых У меня было много странного опыта в дороге Я почти уверен, что наткнулся на пару НЛО Когда ехал поздно ночью И время от времени встречал много странных и подозрительных водителей Однако встреча, о которой я собираюсь рассказать сегодня Безусловно, является самым ужасающим и страшным опытом Который когда-либо случался в моей жизни Это случилось, когда мне было 37 На трассе между Кемерово и Красноярском На дворе был 2009 год Был обычный, рутинный вечер И как обычно я ехал и слушал музыку по радио Пил крепкий черный чай, чтобы хоть как-то избавить себя от сильного желания поспать Пока я ехал ночью по пустой дороге Я заметил, что начинает сгущаться туман Со временем туман стал очень густым И про себя я начал думать Стоит ли мне останавливаться и пережидать Так как я едва видел дорогу Или же продолжать свой путь После недолгих размышлений решил продолжить До сих пор не было других автомобилей Которые бы ехали по центру страны Поэтому решил, что ехать как ежик в тумане Не так опасно Но все же решил принять меры предосторожности И ехал медленно Вдруг с леса выскочит олень или лиса Убивать животных мне точно не хотелось Пока я ехал, начал улавливать запах Это был самый отвратительный запах Который я когда-либо чувствовал И вскоре он полностью заполнил салон моего грузовика Я быстро закрыл окна, но это не помогло Этот ужасный запах уже был внутри И я чувствовал, что меня вот-вот вырвет Запах в сочетании с туманом Начали сводить меня с ума Помню, как думал про себя Что в мире может быть причиной такой ужасной вони Казалось, что сотни разлагающихся трупов Смердят у меня в прицепе В тот момент ощутил то неприятное чувство Когда знаешь, что тебя вот-вот вырвет У меня не было выбора Кроме как быстро остановить грузовик Открыть дверь, чтобы опорожнить желудок Когда я закончил, быстро закрыл лицо Так как этот ужасный запах все еще витал в воздухе Закрыл дверь и приготовился снова начать движение И тут я заметил, что впереди что-то переходит до руку Силуэт Без каких-либо сомнений был мужчина и, казалось, хромал Помимо его хромоты я также заметил Что мужчина был одет в старую белую рубашку С полуоторванными пуговицами Какой бред, подумал я Что человек может делать посреди дороги Вдали от поселка в столь позднее время Решил спросить, все ли с ним в порядке И нужна ли ему какая-нибудь помощь Не успел я к нему подъехать Как вскоре заметил, что со стороны дороги вышли еще четыре человека Все шли в том же направлении, что и первый мужчина, которого я увидел Они шли одной и той же странной, хромающей и жуткой походкой И были одеты в устаревшую сельскую одежду Что мне показалось еще более странным Так это то, что они будто бы даже не заметили огромный грузовик Стоявший на другой стороне дороги Если им нужна помощь, сказал я про себя Тогда они подойдут сами Однако все они продолжали хромать через дорогу Исчезая в темноте и тумане Я должен напомнить вам Что я был между Кемерово и Красноярском И до ближайшей деревни было 300 километров Из темноты Выплыла еще одна фигура И начала переходить дорогу Однако эта фигура была гораздо меньше остальных Вскоре я понял, что это ребенок Я не выходил из своего грузовика И просто смотрел, пока он продолжал переходить дорогу Этот ребенок тоже ходил странным образом И тоже был одет в эту старую одежду Как раз когда он собирался перейти на другую сторону Я сказал вслух Эй! Кому-нибудь из вас нужна помощь? Ребенок повернул голову ко мне Мое сердце упало до самых ног Как только я увидел его лицо Я смотрел не на лицо обычного ребенка Я смотрел на лицо мертвеца Глазницы были пустыми Кожа сползала с черепа В открытом рту было три гнилых сломанных зуба Я выругался про себя и замер Затем это создание издало самый ужасный Бронзительный крик, который я когда-либо слышал И начало хромать ко мне Но с большей скоростью, чем раньше Я быстро вернулся в грузовик и захлопнул дверцу В тот самый момент я услышал еще больше ужасающих криков И увидел, как из темноты начинают появляться новые существа Я быстро объехал ребенка Нажал педаль в пол и уехал оттуда так быстро, как только мог Пока я ехал, видел лица других И у всех них были лица разложившихся трупов В страшном ужасе я наконец доехал до населенного пункта деревни Белякова И остановился на заправке Я просто сидел в своем грузовике Мое сердце все еще колотилось И я совершенно не понимал произошедшего Этот опыт открыл мне многое Мне кажется, я понял, что этот мир действительно таинственный и неизведанный И всегда можно встретить то, что мы никогда не поймем Женщина в белом платье Я вожу грузовики последние 12 лет Я проехал по всей Центральной России, ЕС, Кавказа, Украине и Беларуси Думал я, много чего повидал Но и были в моей жизни два события, которые я так и не смог себе объяснить Когда я только начинал свою карьеру Я работал в крупной спасательной компании Занимаясь ремонтом всяческих поломок грузовиков Застрявших на дорогах Однажды ночью меня вызвали к машине примерно в часе езды Как только я закончил с ремонтом этой машины Ехал обратно и решил заехать в магазин И примерно тогда начал чувствовать себя сонным Я ехал неподалеку от Смолова Когда вдруг заметил женщину в белом струящемся платье Идущую прямо перед моим грузовиком Я ударил по тормозами, когда наконец остановился В ужасе вышел из машины, думая, что только что сбил ее Но когда я посмотрел на переднюю часть грузовика и под него Я не увидел ни крови, ни женщины, никаких либо следов столкновения Перед моими глазами был лишь дырявый асфальт Столь типичный для нашего региона Думаю, не стоит говорить, что я порядочно испугался и больше не хотел спать Вернувшись домой, я решил попробовать уснуть и около часа ворочался Эта женщина в белом будто бы застряла в моем сознании и не давала мне уснуть Через некоторое время я решил, что из-за усталости Мой разум сам нарисовал эту женщину в белом платье И на самом деле ее не было Позже, когда я рассказывал о произошедшем своему другу, который жил в этом районе Он сильно удивился Он рассказал мне, что несколько лет назад в этом районе была зверски убита женщина С тех пор разные люди утверждали, что видели женщину в белом струящемся платье Моя вторая короткая история связана с моими кошмарными снами Кошмарами, в которых еду по дороге и из ниоткуда появляются машины Остановившись посреди дороги без всякой причины И как раз перед тем, как я в панике нажимаю на тормоза, просыпаюсь весь в поту Этот кошмар мне снился так часто, что я даже не могу сосчитать Неважно где и когда я сплю, в грузовике или дома, ночью или днем Этот кошмар всегда меня посещает и посещал Однажды, когда я ехал в команде с другими мужиками, мне начал сниться тот же кошмар И моему водителю Диме, который в то время был за рулем, действительно пришлось нажать на тормоза Я проснулся, чувствуя, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди Я думал, что кошмары были только тем, что видел только я Но после разговора с моим дядей и его друзьями, которые были дальнобойщиками старой школы Все они говорили мне, что каждому дальнобойщику снятся кошмары После того, как он достаточно долго проработает на этой работе Я пришел к выводу, что нужно принять это как нечто связанное с работой Ужасающая встреча с чем-то Это случилось 15 лет назад, когда мне было 8 Мой папа был дальнобойщиком и, как и следовало ожидать, много времени проводил в дороге Когда у меня были школьные каникулы, мой отец часто брал меня с собой в поездки по разным местам Мне нравилось ездить с отцом Главным образом, потому что открытая дорога казалась мне увлекательным приключением И еще мы останавливались во многих местах, чтобы поесть по пути Эти страшные события случились летом 2005 года Примерно через неделю после окончания учебного года Мой папа сказал мне взять с собой намного больше вещей, потому что он едет дальше, чем обычно В тот же вечер я начал собирать свою одежду и всевозможные побрякушки Ранним утром следующего дня мы с папой выехали к тому месту, где стоял грузовик Пересели в него и отчалили в долгий путь Первые пару часов мы ехали без остановок Время от времени я играл в свой геймбой и смотрел на окружающий, цветущий мир через окно Примерно часа через три мы с папой решили поесть и пошли в чебуречную дороги Закончив с едой, мы вернулись в грузовик и снова поехали Прошел еще час езды по пустой дороге Мы оба были внезапно поражены громким скрежетом в нижней правой части грузовика Мой отец остановился и вышел из грузовика, чтобы посмотреть, что это за шум Я остался внутри и не видел, что произошло Помню, как мой отец разговаривал по телефону, он казался очень расстроенным В конце концов папа вернулся в грузовик и сказал мне, что нам нужно сначала заехать на автобазу Потому что с грузовиком что-то случилось Где-то через час мы прибыли в какую-то ремонтную мастерскую Потом мой папа пошел поговорить с кем-то, кто был внутри Через пару минут он вернулся и сказал мне выйти из грузовика, потому что его нужно проверить Мне не сказали, в чем проблема с грузовиком Мы с отцом ждали часа четыре или около того, пока мужчина закончит ремонт И как только он закончил, мы сели в кабину и продолжили путь К тому времени было около шести вечера И я снова начал играть на своем геймбой Я попытался играть как можно больше, пока не село солнце и света стало недостаточно для того, чтобы играть Играл я еще час или около того, пока не почувствовал, что засыпаю Я выключил геймбой и прислонил голову к двери Глядя в окно и наблюдая за мимо пролетающими деревьями А потом в конце концов уснул Я резко проснулся из-за того, что мой отец пчался по дороге, словно за ним кто-то гонится Я помню, что выглянул в окно и увидел, что солнце уже начало садиться И на улице было темнее, чем обычно до того, как я уснул Помню, как мой отец сказал мне Не бойся, сынок Это смутило меня, ибо я понятия не имел, что происходит Затем я спросил у отца, почему он едет так быстро Он не ответил, глядя прямо на дорогу Я уставился на него И тогда я увидел движение снаружи его окна Сначала я увидел что-то белое, подлетающее к его окну, а затем отступающее Я все еще был сбит с толку, задаваясь вопросом, что это было и почему это происходит так быстро Затем объект снова появился в поле зрения На этот раз он подобрался достаточно близко, чтобы разбить окно со стороны водителя Когда он подлетел так близко к грузовику, я смог довольно хорошо его разглядеть То, что я увидел, поверкло меня в шок Это была женщина с длинными, черными волосами, закрывающими большую часть ее лица И она была одета в белое платье Она будто парила Женщина улетала на минуту и снова возвращалась с большей скоростью, чем до этого Дух снова вернулся, я быстро закрыл глаза, когда увидел, что он вот-вот прижмется лицом к окну со стороны водителя Я слышал, как мой отец кричал и ругался, говорил мне не смотреть Я держал глаза закрытыми От страха из моих глаз сочились слезы Я слышал, как мой отец тоже начинает гныкать Все, что помню после этого, это то, что держал глаза закрытыми, пока мы не вернулись в город Все, что мы увидели той ночью, преследовало меня долгие годы По сей день я покрываюсь мурашками, когда думаю об этом Я понятия не имею, что это было за существо и чего оно хотело Также точно не знаю, в какой части страны это случилось Случившееся не обсуждалось между моим отцом и мной К сожалению, он скончался 6 лет назад из-за проблем со здоровьем До недавнего времени я думал, что он никогда никому не рассказывал о том, что произошло Но около двух месяцев назад мы с мамой поговорили о папе и его родне Случайно заговорили о моих бабушке и дедушке Когда мы говорили о бабушке, моя мама, казалось, без причины спросила меня той ночи Когда мы с отцом занимались грузоперевозками Я был потрясен, когда узнал, что мой отец рассказал об этом маме Страшным оказалось то, что эту тему мы никогда раньше не поднимали По крайней мере, не со мной Она спросила меня, видел ли я лицо того существа, которое было снаружи грузовика И я сказал, что нет Она помолчала пару секунд, а затем спросила меня, замечал ли я, что мой отец вел себя странно после этого Я сказал ей, что единственное, что мне показалось странным, это то, что он никогда не говорил об этом Моя мать раскрыла тайну Поведала мне самую страшную вещь, которую я когда-либо слышал Она рассказала, что когда существо прижалось лицом к окну с водительской стороны Оно что-то сказала моему отцу Сказало ему голосом моей бабушки, голос его матери И когда он услышал это, то посмотрел на лицо существа и увидел лицо своей мертвой матери По словам моей мамы, этот взгляд всегда преследовал моего отца И с тех пор ему постоянно снились кошмары Это существо украло часть оставшихся лет моего отца Женщина на дороге Я, 27-летний парень, водитель грузовика из Краснодара За рулем грузовиков я уже около 8 лет Я обожаю каждую минуту своего пути Получение денег за путешествия по юго-западу России Я не мог просить ничего больше В дороге я столкнулся с множеством препятствий и необъяснимых вещей С автомобильными авариями, грузовиками, переворачивающимися прямо передо мной Странными тенями на дороге Но инцидент, который произошел со мной, когда ехал в Ростов из Волгограда Самый жуткий и странный И по сей день не смог его себе объяснить Вероятное объяснение никогда и не найду Потому что я пообещал себе, что никогда и ни за что не вернусь на эту дорогу Начну с того, что я вожу двухместные прицепы для мебельной компании Всегда езжу ночью и заканчиваю около пяти утра Той ночью я только что закончил грузиться и направился в Морозовск из Волгограда Что было примерно в трех с половиной часах езды Я уже много раз совершал поездки, поэтому включил подкаст, выпил кофе и поехал в ночь Ехал около двух часов, пока не добрался до объездной дороги Это проселочная дорога, по которой я ехал, узкая И обычно я не видел там ни машин, ни домов на много километров вперед Частенько замечал оленей Пару раз даже встретил парочку диких кабанов И, конечно, поразительное поглощающее взор ночное небо Проехав около двадцати километров по этой дороге Впереди я заметил фигуру на дороге Инстинктивно я замедлился, думая, что это олень или какое-то другое животное Понадеялся, что оно уйдет с дороги, но подъехав ближе Заметил, что это не животное А девушка, среднего роста, идущая спиной ко мне Девушка будто бы даже и не заметила мой грузовик Казалось, ее даже не беспокоил тот факт, что она была посреди дороги Я сбросил скорость примерно до двадцати пяти километров в час И попытался безопасно объехать ее по другой полосе Так как на дороге не было обочины Проходя мимо нее, я заметил, что она была одета в спортивные штаны и белую рубашку Но почему-то без обуви Ее волосы были светлыми, но лица разглядеть я не мог Я волновался И собирался опустить окно, чтобы спросить, не нужна ли ей помощь Но она повернула голову и сделала это настолько быстро Что мне даже показалось, что она сломала себе шею Когда мы на мгновение встретились взглядами Я смог хорошо рассмотреть ее лицо И клянусь Богом, я чуть не наложил в штаны Лицо женщины было бледным, с пустым выражением лица Смотрела она на меня так Словно смотрела в самую мою душу А может и куда дальше Ее подводка для глаз капала на все лицо И глаза, казалось, были полны слез У нее был невероятно длинный рот Который выглядел так, будто она использовала тушь, чтобы сделать рот больше И придать ему форму постоянной улыбки Увидев это лицо, я надавил на педаль изо всех сил В фуре требуется больше времени, чтобы разогнаться Особенно с двумя загруженными прицепами Отъехав от нее на сотню метров Она решила побежать за грузовиком Сука, бежит за мной Сказал я про себя Я набрал скорость и посмотрел в зеркало Исчезла Может быть ушла в кусты Подумал я Но скорее всего она не могла сделать это так быстро Примерно через 60 километров Я добрался до конца проселочной дороги Когда я повернул направо на знаке стоп Там стояли две машины Тойота и Хонда За ними на правой стороне дороги В траве стояла та же жуткая женщина И улыбаясь смотрела на меня Приехав к месту назначения Я все думал о том Кто или что это было Но так и не смог понять Было ли это на самом деле Или мне все причудилось Из-за усталости С тех пор Я никогда Не проезжаю по этой дороге И стараюсь Избегать проселочных дорог Настолько Насколько это Возможно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok